Весь день сегодня вот этот шум про Делимханова Кадыров вначале вбрасывает, а потом как-то шутливо это опровергает. Как вы думаете, для чего в принципе это все было нужно и что за Игорь от Кадырова как серьезного человека, и Делимханова вдвойне серьезного человека, для чего на ваш взгляд это было нужно? Вообще первоисточником этой информации является пресс-служба Госдумы Российской Федерации. И там работает коллега Делимханова Мадина, я уже забыл, в общем она также там работает, они коллеги, от нее и пошла вся информация. То, как отреагировал Кадыров в принципе было для меня непонятно, особенно его самая последняя реакция, он обвинил резко украинские СМИ в том, что они раздули целый скандал. Так скандал-то раздут, как изначально кремлевская пропаганда, а потом Кадыров этому соответствует еще, нагоняет больше страсти вокруг этого, как эскалирует весь этот, все это событие, указывая на то, что, то есть якобы ссылаясь, прося помощи у Украины найти человека своего. И тут много вопросов сразу возникает, а ты что, тебе неизвестно, где находятся твои же бойцы, которых ты говоришь, что они у тебя под контролем, ну то есть в очередной раз мы просто увидели, что Кадыров больше играет в бутафорию, чем действительно имеет какое-то значение и решает какие-то вопросы. Все завязано на том, чтобы больше придать себе пиар очков. Да, будем ждать еще каких-то уточнений по этой информации. Действительно, у нас пока нет видео вообще с этим Дилимхановым, жив он или не жив. Пока, как у нас были заявления от Кадырова, так, собственно говоря, мы с ними к концу дня и пришли. А если говорить о темах, которые нам более известны на данный момент, Кадыров заявил, что бойцов Ахмата отправят на защиту Белгородской области от диверсантов. Вот этот же самый вышеупомянутый Дилимханов встречался с Гладковым, губернатором области. Вас о чем? Да, вот здесь многие обратили внимание на выражение лица Гладкова. Кажется, что он в заложниках, как будто пальцем показывает. Со мной все непросто. Вас о чем хочется спросить на эту тему. На ваш взгляд, действительно ли Ахмат будет заниматься охраной Белгородской области? Действительно ли это может как-то позволить жителям Белгородской области спокойно спать, когда на границе между Белгородской областью и Украиной присутствует Ахмат? На самом деле это вообще никакого значения не имеет. То есть это не предаст никакой безопасности Белгородской области. В первую очередь потому, что сам по себе этот Ахмат, он же, это всего лишь спецназы. Это небольшое подразделение, там мало людей. И никого из Чечни в Белгородскую область отправлять не будут. Если и будут, то только с фронта людей и там, и здесь не хватает. То есть люди, которые пришли, в первую очередь, с фронта, они уже озлоблены, они будут жить как будто бы в режиме войны на, вроде бы, казалось бы, на мирной территории. Так что я бы не радовался на месте белгородцев и насторожился бы. И вот, как видим, вроде бы как их глава, губернатор их области, собственно, соответствует этому настроению. Но насколько они могут быть, в принципе, эффективны, опять же, вопрос. У них нет никаких достаточных подразделений для того, чтобы бороться, как они называют это, с терроризмом. Весь, вся борьба с терроризмом, как они это называли в той же Чечне, происходила только лишь за счет российской армии. Сейчас вся российская армия, ну, на западном, в западной части России полностью занята войной в Украине. Что там самостоятельно могут делать Ахматов? Я понятия не имею, только если, опять же, практиковать то, чем они занимали в Чечне. Это людей бросать в подвалы, пытать их там, вымогать деньги у них, ну, то есть, и дальше терроризировать население. И еще такая тема сегодняшнего дня, точнее, двух последних дней, тоже, о которой вы знаете. Во Внуково задержали 19-летнюю чеченку Селиму Исмаилову. Она пыталась выйти в Германию, спасаясь от насилия в семье. До этого были фотографии в интернете, где она была с листочком, на котором было написано, прошу меня не искать, добровольно пытаясь покинуть Россию. Селима, она постоянно подвергалась побоям со стороны отца, он угрожал ломать ей ноги. Задержали девушку по стандартному введению, кражей денег у родственницы, и потом силовики ее посадили в самолет до Грозного. Как сформулировать, они не травмирующие. Ну, вот Абабакар, скажите, насколько они влиятельны? Они действительно могут позволить себе иметь какое-то представительство во Внуково, в Москве, вот эти самые пресловутые чеченские силовики. Они действительно имеют влияние в России, в разных регионах. Известно ли вам, оказывали они какое-то давление на полицию в других регионах, или они только кажутся такими страшными? Не, они не оказывают никакого давления. Они просто используют максимально весь административный ресурс, свои должностные полномочия. Ну, то есть, допустим, есть какой-нибудь человек, он может быть каким-нибудь кадыровцем, который вхож во все кабинеты, и у него образовалась какая-то проблема. Либо это у его родственника образовалась проблема с каким-нибудь домочадцем, и он решил эту проблему решить. Как это, в первую очередь, что им приходит в голову? А давайте используем ресурс, правоохранительный ресурс, федеральный розыск. Сфальсифицируем какое-нибудь уголовное дело, либо же просто фейково объявим в розыск в качестве человека без вести пропавшего, и вот таким вот образом будем его ловить. И люди на местах, ну, то есть правоохранители на местах должны реагировать на эти заявки, на эти запросы, в том числе запросы следователей, которые также ищущие не могут быть. И для них они выполняют регламент, то есть они не боятся. То есть я не думаю, что у полицейских из Внукова или у пограничников могут быть какие-то проблемы с тем, чтобы бояться или не бояться. Нет, там, в первую очередь, одни, то есть кадыровцы используют весь федеральный ресурс в своих личных корыстных целях, а те, они просто вынуждены выполнять регламент, по которому работают, ну, или закон. Другое дело, что из-за того, что изначально первоисточник, то есть первый человек, который нарушает закон, он сподвигает к нарушению и следующего. То есть там происходит целая цепочка нарушений. Поэтому есть, конечно, я считаю, у тех же пограничников всегда возможность опротестовать, обзаловать это решение, когда там явно видно, что используется правоохранительный ресурс в целях конкретного человека, и эти цели, возможно, связаны с нанесением вреда жизни и здоровью человека. Но, к сожалению, так устроена правоохранительная система России, что чаще всего те же сотрудники, вне зависимости от региона, где они работают, или своей национальности, не противоречат, в принципе, не протестуют приказы вышестоящих. И последний вопрос вам задам буквально на 30 секунд. Я помню, мы с вами в эфире говорили о том, что вы предлагали себя в обмен чеченским силовикам, в обмен на вашу маму, которая сейчас находится в заключении. Они выходили с тех пор на вас, на контакт, и были ли какие-то действия с их стороны? Нет, к сожалению, нет. И вот завтра, послезавтра будут премии по ее делу. К сожалению, у нее здоровье ухудшается. Мы об этом уже ранее подробно говорили. И я так полагаю, кадровцам, и невыгодно меня обменивать, потому что это создаст новый прецедент, где можно будет даже таким вот образом решать проблемы, и они будут в проигрыше. Им это невыгодно. И дальше это удобно использовать для того, чтобы терроризировать население. Привет, друзья! Спасибо, что вы смотрите канал «Популярная политика». Нам нужна ваша поддержка, чтобы мы могли продолжать нашу работу. Станетесь спонсором канала здесь, на Ютубе, либо на Патреоне. Спасибо вам и до новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok